Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей. 16 августа 2016 года, вторник, по одному из старинных, шестой день месяца завершения лета, 7524 лета, третейник. Сегодня наша передача должна была быть посвящена теме причины и цели индустриализации и коллективизации СССР и главный соведущий, автор-соведущий Фролов Юрий Андреевич. Но он предупредил, что будет находиться за границей и, скорее всего, со связью будут проблемы. Так, в общем-то, и получилось. На связь ему выйти, скорее всего, не удалось. Ну, скорее всего, не знаю, подходит ли слово или нет. Не удалось, скажем так, нам связаться. Вот, поэтому эфира по этой теме я проводить не буду, хотя есть что сказать, наверное, но все-таки было бы более правильно дождаться появления Юрия Андреевича и уже вместе с ним эти интересные темы и важные для нашего Отечества разобрать. Но, с другой стороны, если мы сейчас находимся в эфире и нас слушает довольно большое количество людей, то в этом случае можно что? Предложить поотвечать на какие-то вопросы по радио. А для того, чтобы вы собрались мыслями и какие-то вопросы придумали, о чем будем говорить, я поставлю какую-нибудь музыку и уже после музыкальной паузы с вами пообщаемся. Конечно, если будут вопросы... Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Итак, первый вопрос поступил следующий. Какие результаты эксперимента? Вопрос от Ингварь. Результаты какие? Значит, во-первых, надо сказать, что за эксперимент проводился. Эксперимент проводился следующий. Мы в течение четырех суток примерно крутили музыку только этнографического плана, фольклорную, которая не просто а-ля-рюс, не просто подражание, а именно ту, которая записана в творческих экспедициях, когда люди приезжали записывающей техникой куда-то в деревне, на хутора. И просили местных жителей исполнить в том стиле, как у них принято исполнять какие-либо музыкальные произведения. Песни, танцы. Кто-то там на гармошке играл, кто-то на балалайке, кто-то на гудках различных и так далее. И также звучали помимо этой музыки, которая, кстати, записывалась еще в времена Советского Союза, то есть на каких-то устройствах очень странных, шипящих, трещащих, потом на диктофонах, на магнитофонах, и в конечном итоге уже на цифровых диктофонах стала появляться. И также звучала музыка полное подражание, когда какие-то коллективы уже современные воспроизводили подобным образом ту музыку, которая в этих экспедициях была записана. Вот только такая музыка у нас скрутилась примерно четверо суток. Теперь, к сути самого вопроса, какой результат, каковы результаты эксперимента? Результаты эксперимента, скажем так, довольно-таки интересны. С одной стороны, конечно же, много людей стало быстро отключаться от прослушивания радио. Если раньше людей, которые слушали, скажем так, больше часа, их было процентов, наверное, 15. Ну, представьте, час сидеть, слушать радио, 15-20% в этом диапазоне. Ну, еще слушали, которые по 2-3 часа, там еще процентов 5 есть, может быть, даже больше. Вот, я так беру те, которые около часа, такой показатель хороший. То после того, как стала звучать эта музыка, количество людей, слушающих больше часа, уменьшилось. Уменьшилось значительно. Естественно, что стали больше проявляться те, кто слушали буквально там 3-10 минут. Вот однозначно такой всплеск появился на графике. Это говорит о том, что не готовы современные наши слушатели вникать в то, что вот в таком стиле воспроизводится на радио. Хотя сначала был очень жесткий эксперимент. Первые сутки мы практически не включали какие-то записи там из эфиров. Ну, это меньше суток, конечно, было, я так немножко приврал. Но это было очень жестко, потому что там отключались сразу. Там 2-3 песни и выключались сразу. А вот когда стали появляться уже записи каких-то программ, то в этом случае чуть-чуть увеличилось. Прослушивание народ пришел, послушал, программа прозвучала, песня этнографическая прозвучала. После этого новая программа, еще человек оставался. Когда звучала очередная этнографическая песня или две подряд, то тогда тоже происходило отключение. Вот такой результат. Посмотрел эти результаты, смахнул скупую мужскую слезу и решил сделать опрос. Тем более, что такое предложение поступило в чате. Давайте-ка сделаем опрос. И наши радиослушатели сами ответят, какая музыка им ближе подходит. Где-то до 6 утра я формировал этот вопрос. Сидел там вопросы, придумывал как, чего, зачем. В конечном итоге родился вот такой опросник. Какая музыка должна звучать на народном славянском радио? И поставил это в открытое голосование. Там было несколько пунктов. Первый пункт. Только славянская и этническая записаны в экспедициях. Вот та, о которой я сейчас рассказывал. Проголосовало всего-навсего три человека. На сегодняшний момент в одной из групп ВКонтакте. Вот я сейчас открыл эту группу. То есть где-то 3,6%. Дальше. Славянская и этническая во всех вариантах исполнения. Имеется в виду и не только, которые в экспедициях, а имеется в виду и когда поют какие-то коллективы. Но опять же вот в старинном стиле. Здесь результат получше. Уже 9 человек. Это где-то 10%. То есть максимально мы получаем меньше 15%. Ну, условно-то 15%. Дальше. Следующий пункт. Славянская и этническая в разных исполнениях. Плюс современный фолк. Вот современный фолк имеется в виду, когда уже певцы, группы, певицы исполняют свои, может быть, даже песни, но которые звучат стилизованно в аранжировке, в голосовой подаче, в применении инструментальной музыки, похожей на то, что были в первых двух пунктах, на этническую музыку. И вот тут сразу уже видим всплеск 15%. То есть где-то около трети слушателей готовы слушать музыку, где будет в разнобой и современный фолк, и славянская этническая музыка в разных исполнениях. А вот дальше начинается уже колонка лидера. То, что, как говорится, четвертый пункт. Этническая плюс современный фолк плюс красивая эстрадная славянская. Вот тут уже 42% с небольшим процентом. Это где-то 35%. То есть уже больше трети однозначно. Перевес. Что имеется в виду красивая эстрадная? Красивая эстрадная – это без стилей хэви-метал, без стилей поп. Там еще какие у нас есть такие авангардистские, то, что называется. И дальше этническая плюс фолк плюс современная в любых аранжировках и стилях. Как-то было мне тут пояснение, что третий и пятый пункт, они похожи. Можно считать их как одно и то же и складывать вместе. Вот здесь я совсем согласен. Если бы так было, то бы я это не писал. Любые аранжировки подразумеваются и рэп, и хэви-метал, и джаз, и что угодно. Но, как ни странно, около 15%, 14,5% проголосовали за то, что да, такая музыка в любых аранжировках, в любых стилях может звучать. Главное, чтобы она была с налетом нашей славянской культуры. Потом был такой пункт, шестой, вообще любая, включая иностранную. Иностранная, напомню, это и группа КИС, это и Бетлы, и что угодно вообще. И здесь, в шестом пункте, появилось два человека, которые сказали, да, пусть такое будет. И потом были два пункта, так сказать, для какой-то балансировки. Ну, надо что-то было еще дать возможность людям на выбор. И я написал такой пункт. А мне все нравится, лишь бы что-то красиво играло. И вот тут для меня несколько удивительный такой результат. 8,4%. То есть, не важно, что это будет. Главное, чтобы это красиво. Опять же, параметр красиво-некрасиво, это достаточно такой личностный. И не всегда мой вкус может кому-то другому подходить. То же самое, что-то красивое, на мой взгляд, может быть не совсем красивым. Но вот, как-то так, слушатели ответили, 7 человек. И, затрудняясь ответить, лучше напишу комментарии. И комментарии были следующие, что хорошо бы, вот здесь можно посмотреть, вот, например, только Егорушка Летов, Витя Цой, группа Пикник. Вот, да будет божественная музыка. Один комментарий. И второе. Слова песен, текст, должны отражать ведическую точку зрения. Музыка мелодичная, красивая. Еще комментарий. Музыка должна выполнять поставленную задачу. И от задачи исходить, если частотные характеристики подходят, то неважно, какая аранжировка. И еще был ответ, только несовременная попса, лучше как на веды Ра. Вот, в принципе, что мы сейчас имеем. Так, чтобы еще раз подвести итог быстренько. Первый пункт, 3 человека. Второй, 9 человек. Третий, 12, четвертый, 35. И дальше побывающий. 12, 2, ну и так далее. Вот такие результаты эксперимента. Так, теперь давайте вернемся в наш чат. А, хотя нет, здесь есть еще вопрос, который поступил во время музыки. Света, будет ли новый сайт радио? Да, конечно же, Света, я на это надеюсь, что он будет новый сайт радио. Там сейчас главный исполнитель находится в командировке. Он проводит семинары очень важные. Поэтому небольшая задержка произошла. В принципе, уже сайта в рабочем состоянии есть. Сейчас идет работа над тем, чтобы вся механика там закрутилась. Все программы начали действовать. Вот, жду не дождусь, когда он приедет. И мы уже будем подходить к финишной черте. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Владимир, на мой взгляд, было много печальных композиций. Владимир, дело в том, вот здесь я тоже на это обращал внимание. Дело в том, что когда изучаешь этнофольклор, который именно в экспедициях звучит, удивляешься, почему такое большое количество этих печальных фольклорных композиций. Почему столько много тоски. Причем тоска такая поражает иногда, что прям уходит в петлю залезай. А потом я как-то себе подумал, и, в общем-то, профессиональный подход помог в этом разобраться. Потому что, когда в молодости я изучал фольклорное дело, еще учась в определенных заведениях, то меня это как-то не удивляло. Ну, фольклор и фольклор, ну, пели и пели, ну, и хорошо. Там экзамены сдали, и все здорово, все отлично. Сами попели, всем понравилось и разошлись. Вот. А тут стало задаться таким же вопросом, как и Владимир. А почему столько много печальных композиций? Дело в том, что до нас дошли все-таки те композиции, которые появились после того, как происходили какие-то очень-очень серьезные проблемы у нас на Земле. Когда что-то происходит, музыка является отражением происходящего. Ну, к примеру, вот есть музыка опережающая, есть музыка последствия опережающие. Давайте так разберем. В Советском Союзе было очень много красивой музыки, там, марш энтузиастов, да, вспомните, там, коммунистических бригад и так далее. То есть, те произведения отражали настрой, который должен быть в обществе. Вернее, отражали, создавали настрой, который должен быть в обществе. И вот они такие все, видим, марша, там, славление Отечеству, ну, там, солнце красит ярким светом стены древнего Кремля, там, красиво, здорово. И они давали настрой в общество. А были те песни, которые, песни последствия. Ну, например, там, вот, Гражданская война, да, сколько печальных, тоскливых, распевных песен о том, как вот отряд какой-то где-то куда-то попал, и боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце пробито, и там, белая армия, там, черный барон снова готовит нам царский трон, и по долинам и по взгорем, там, шел отряд по берегу и так далее. Вспомните, да, сколько вот таких печальных композиций. Это совсем недалекое прошлое наше. А теперь представьте, что происходило в те времена, когда, к примеру, какие-то недруги инородные, и наземные пришли и порубали, там, грубо говоря, всех братьев, там, забрали много сестер, дочерей в полон. Мужчин мало, людей мало, все сгорело, все там такое страшное. И людям как-то надо выживать, как-то надо подстраиваться. Меняются и вопросы веры, дополняются какие-то новые религиозные течения, меняются устои жизни, надо людям, как я уже сказал, выживать. И вот тут тогда подключаются отражающие элементы в музыке, когда появляется принудительная выдача замуж, принудительное сватовство. И естественно, что в этом случае невеста выходит за человека, не которого она любит, а которому ее суждают, за которого ее выдают. То есть то, что называется браком, когда ее просто берут, берут в чужую семью. Если раньше все-таки присутствовало понятие любовь, взаимное уважение, проникновение друг к другу с точки зрения сердечных ощущений, и все это накладывалось на основу не просто продления рода, а продления лучших в своем роду. Продление рода через лучших, вот так лучше правильно сформулировать. То тогда все происходило более светло, более ярко. И об этом дошли до нас старинные сказания, как эти все свадьбы проводились, как заключался семейный союз, образовывался, как это все делалось, то потом это было заменено нововведениями. Опять же, нужно было просто выживать. И вот как раз у нас были передачи, где рассказывали мы о тех элементах, которые вот где-то с 9, 10, 11 или, может быть, там, 13 максимум века вот они брали, которые вот в те времена стали появляться, когда людям реально приходилось выживать. Приходилось выживать. Вот не буду напоминать, что в эти века происходило, просто можете исторические открытия посмотреть, что на Руси происходило в эти века. как там, что у нас было. Вот, поэтому, естественно, что музыка стала такая печальная. И в этом удивительно ничего нет. К сожалению, более древние музыкальные произведения вот в открытом виде не исполняются. Найти их пока мне лично, вот так, чтобы я пришел в деревню, мне сказали, ты знаешь, а это вот наше старое, вот послушай, и оно бы отличалось чем-то. Мне пока не удавалось. Хотя, например, в каких-то училищах, которые преподают ведическое наследие, там есть гимны, которые на распев исполняются. Но я не знаю, как они звучат в народе. То, как в классе они звучат, это понятно. Как они в народе звучат, вот это я пока не слышал. А я бы был очень рад этого слышать. Так, дальше. Миколаевич Алексей, музыка отличная. Я не знаю, Миколаевич, ты написал музыку отличная, которая сейчас звучала в музыкальной паузе, которая звучала в последнее время в сетке вещания, или которая звучала вот во время эксперимента. Так, дальше. Мне тоже эксперимент понравился. Музыка великолепная была. Дальше. И говорю, вот результат. Причем дело даже не в том, готовы люди или нет. Просто большинство из них музыкально не образован. В итоге их музыкальный фус формируется тем, что они больше слушали за свою жизнь. А в новую музыку надо вникать, чего никто делать особо не захотел. Вот здесь надо, наверное, надо здесь отметить, что как раз здесь прозвучали слова, которые, на мой взгляд, противоречат тому, что здесь было сказано. Необразованы. Образование – это когда вкладывается какой-то образ, ваяние образа в ком-то. Вот как раз люди сейчас образованы той музыкой, которая звучит вокруг них. То есть попса и что-то вокруг этого. Где-то погорячее, где-то помягче, где-то погламурнее, где-то повеселее. Но все равно это та же самая попса. И все это строится понятно на чьих темпо-ритмах, каких народов, какие гармонические вкрапления там присутствуют, какие тона и лады там есть. Вот это все там очень хорошо проявлено. И если вспомните фильм «Ширли-Мэрли», где вот эти одинаковые братья-близнецы все на одно лицо, они все были удивительны тем, что у них всех был абсолютный слух. Но так получилось, что один в еврейской семье воспитывался, другой воспитывался на зоне, третий воспитывался в консерватории, консерваторское образование получил, четвертый среди цыган бароном стал. Но у всех хорошие исполнительские возможности, слушают прекрасно. И вот там у них спор зашел. Чтобы никого не оскорблять, не буду спор напоминать, но там это четко сказано. Про цыганщину, про все остальное. Поэтому образован как раз, образованы наши люди, но образованы, может быть, не так, как бы хотелось и как бы надо было бы для строительства державы и строительства полноценного, правильного, на мой взгляд, общества. А поэтому им большинству нравится та музыка, которая их окружает. И у нас как-то был разговор с человеком, который непосредственно принимал участие в свое время во формировании, в создании радиошансон. И как-то мы заговорили с ним, что вот, а если сейчас вот взять и сделать радио, аналогичное шансону, но только вот включить музыку, не шансонную, а современную, все вот будет замечательно. И вот тогда с моей стороны было возражение о том, что надо не забывать, что если мы сейчас проведем просто эксперимент, возьмем тысячу людей на улице и включим шансон вот из разных мест, просто чтобы добровалось тысяча людей, из разных городов, поселков, включаем шансон. Уверяю вас, что 80% людей будут готовы этот шансон прослушать. Не с большой радостью, может быть, но они не выключат. Вот будет звучать и все. 50% скажут, отличная музыка, вот только нам давайте ее и ставьте. Если же мы проведем с ними эксперимент, который проводился у нас на радио, и поставим музыку, которая звучала, то, уверяю вас, будет обратный эффект. Только от силы 10% смогут прослушать эту музыку в течение, скажем, получаса. И только процентов 5 ее смогут прослушать, но, может быть, в течение часа. Вот это как раз приблизительно те самые показатели, которые в опросе присутствовали. Поэтому радио «Шансон» сейчас вот на это образованное определенными слоями населения и определенными людьми общества, пожалуйста, накладывайте сколько хотите, оно сразу пойдет. А вот такое радио, которое здесь сейчас делается с элементами нашей древности, оно не всегда воспринимается. Я уж не говорю про то, что рассказывается. Рассказывается, конечно, такое, что многие люди просто не готовы, даже не то, что воспринимать, даже слушать до конца не готовы. Для них это является полным мракобесием, какой-то выдумкой и так далее. Своё прошлое для них забыто. Они даже не могут поверить в то, что такое могло быть. Печально? Печально, но факт. Так, дальше. Нарада Алексея. Благодарю за подкасты. Нашел потрясающие вещи. Да, пожалуйста, всё хорошо. Главное, чтобы было на пользу. Миколаевич, Алексей, гуслеров музыку даёшь? Даёшь, конечно, Миколаевич. У нас гуслеры в почёте. Вот, и гуслеры у нас звучат в конце часа, если кто слушает. У нас звучит инструментальная музыка. Где-то пять минут в конце каждого часа. Бывает, что и шесть. И там звучат вперемешку. То фольклорное инструментальное, то этническое инструментальное, то классическое инструментальное, то в современных обработках инструментальное. То есть, вот такой набор, и каждый час что-то меняется. Вот в этом часе народное прозвучало, в следующем, например, из классики что-то прозвучало, а потом вдруг ниоткуда не возьмись появилась иностранная, красивая музыка, без слов, без слов. Потом ещё что-то и так далее. Говорит, каждый час что-то меняется. И в том числе там есть гуслеры. Так, дальше, Игварь продолжает. Плюс роль сыграло и то, что запись экспедиции плохие, да исполняют уже не очень хорошо владеющие голосом люди. Отчасти я согласен. Отчасти, да, это влияет, и это тоже надо учитывать. Дальше. Я не голосовал, так как в Фейсбуках меня нету. Там не в Фейсбуках, там в ВКонтактах, но судя по тому, как написано, в ВКонтактах тоже нет. Вот и предпоследний был я, но не вижу разницы между двумя последними. Отлично. И дальше Игварь слушал, как обычно, часов по шесть-восемь, но очень много грустных, скажем так, скучновато трудиться под такие песни. Вот представляешь, Владимир, тебе скучновато трудиться, а кому-то скучновато вообще это все слушать. Дальше. Много христианских песен. Дело-то в том, что, опять же, вот те времена, о которых я говорил, и не хочу вас в историю далеко засовывать, сами, я думаю, образованные люди, и знаете, что где-то вот там 9-10-11 века до 13-го это было как раз активное внедрение христианства на Руси, и как раз, естественно, подстройка происходила. А когда это вошло уже в быт, то, ну а почему, например, христианская песня, она уже не должна была звучать в недалеком прошлом, да и сейчас. Это стало нормой, поэтому и христианских песен в фольклоре очень много. И это наше прошлое, и никуда от этого не деться. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Так что вот так вот. Да, Владимир Ингварий, ага, Иисусе, покрестимся, ну а как без этого? Это все есть. Дальше сегодня отмечается День Александра Мудрого. Поздравляю всех славян Радовичей. Присоединяюсь. Дальше здесь переписка. Я ищу ко мне вопросы. Вот Аркуинон задал вопрос. Здравия, Алексей. Выскажу свое личное мнение. За минувший месяц музыка и песни на Народостановском радио значительно улучшились. Это заметно даже при моем нерегулярном прослушивании. А вот давайте теперь коснемся того, что у нас звучит. У нас нет на сегодняшний момент одного какого-то человека, который бы занимался обработкой и подготовкой для звучания в эфире музыкальных композиций. Поэтому, если вдруг кто-то желает серьезно этим заниматься, это серьезный вопрос. Это не просто так пришел, одну песенку закачал и все. Это серьезный вопрос. Это работа с базами. Это отборка некачественной музыки, выборка, выбраковка. Это поиск новых произведений, красивых, соответствующих тематике Народного славянского радио в хорошем качестве, в хорошем исполнении. Это качество не просто записи имеется в виду, аранжировки, а качество битрейт, то есть, чтобы оно еще и соответствовало именно битрейту воспроизведения. Вот если у кого-то есть желание, кто-то готов этим заниматься несколько часов в день, именно поиском, обработкой, то, пожалуйста, связывайтесь. Но только вот еще сразу отмечаю один такой психологический аспект. У меня загруженность очень большая. И бывает так, что я вижу, какой-то вопрос приходит или что-то, кто-то написал мне вопрос, какую-то реплику, но не могу просто ответить. И бывает так, что задержка происходит соответственно один-два дня. И многие люди считают, что это как-то неуважение или что-то еще. Это неуважение, это просто загрузка. И еще один тоже психологический момент, который следует ответить. Вот вроде бы договорились с человеком. Все, да, я хочу. Я говорю, пожалуйста, включайся. Обменялись контактами, и с его стороны тишина. Я подхожу к нашей работе так. Если у человека есть необходимость и желание, ему 10 раз напоминать наш разговор не надо. Если он пришел что-то делать, значит, он осознанно к этому пришел. Это то же самое, как осознанно человек идет, например, на кухню что-либо приготовить, или в огород что-либо убрать, или на работу что-либо сделать, или осознанно садиться за руль куда-то поехать. Вот из той же серии. Если не нужно, то он не пойдет ни на кухню, ни на огород, ни работать, ни за руль машины. Вот то же самое здесь. Если вы осознанно изъявили желание заниматься, трудиться в коллективе радио, какую-то функцию вы себя берете, это означает то, что вам больше никто напоминать не будет. Вы изъявили желание? Дальше. Проявляйте интересы, задавайте вопросы. Что делать? Как делать? Начинаем с вами говорить. Начинаем с вами общаться. Делаем вот это, делаем вот это, делаем это. Инструкция. Дальше. После этого. Есть какие-то вопросы по инструкции? Уточняйте. Непонятно что-то? Пишите. Непонятно что-то? Звоните и так далее. Вот такой подход. И я считаю, что это верный подход. Время детских садиков, подгузничков и слюнявчиков прошло. Некогда этим заниматься. Да и, наверное, смысла этим заниматься нет. Дальше. В некоторых песнях было бы понятнее, а так очень приятная музыка. Раз уж все высказываются, лучше бы одна классика звучала. Насчет классики скажу сразу, что классику готовы слушать примерно столько же, сколько и аутентичный фольклор. Я понимаю, что просто я тружусь под радио, а тут хоть садись и рыдай. Ясно. Вот, кстати, поэтому было принято решение эксперимент остановить и вернуться к программе, которая вперемешку звучала. Примерно программа звучит так. Так, одна музыка современная, одна музыка современного фольклора. Ну, современный поп я имел в виду. Хороший только поп. Не там Любовь, морковь, сиськи, письки. Это вот исключать сразу. Потом идет какая-нибудь фольклор ближе вот туда, к древности. Потом обязательно бардовская музыка присутствует, казачья музыка присутствует. Ну и вот так вот перемешку все звучит. То есть, где чуть-чуть из этого побольше, чуть, может быть, поменьше и так далее. Так, дальше. Согласен, давайте, пусть будет лишь позитивный настрой. Ну, в общем-то, мы и так стараемся позитивный настрой в жизнь давать. И если вы обратили внимание, мы не плачем о том и в передачах, и в музыке, о том, как нам плохо, как нас прижимают. Мы призываем всех, наконец-то, стать хозяином на своей земле не против кого-то. Вот это важный момент. Не против кого-то, а для чего-то. А для того, чтобы держава восстановилась. Для того, чтобы рода наши улучшились и увеличились. Для того, чтобы мы начали все жить по совести, в ладу с природой. Как нам и завещали наши великомудрые предки, которые умирали за то, чтобы сейчас нам здесь жить. И вот позиция сейчас делится средств массовой информации на несколько. Первая самая распространенная позиция. Когда у нас все плохо. Нас постоянно уничтожают. На нас постоянно наезжают. Вторая позиция обратная. Когда у нас вообще все хорошо, а у них все плохо. Вот у них все плохо. Это вот, я помню, в Советском Союзе были даже такие передачи. Как там плохо на Западе все. Когда же сдохнет этот загнивающий Запад? Как там кого-то негра обидели? Как там безработный сидит на мостовой и просит, чтобы ему что-то дали? Ну и так далее. Вот это вторая часть. Ну и третье, когда какие-то устраивают ток-шоу, где главное не то, чтобы что-то изменить в жизни, а главное, чтобы посмотреть, как в Доме-2 друг другу морды колотят. Вот такой уже план ток-шоу. Только не Дом-2, где мальчики с девочками меряются айфонами за углом и показывают у кого, где что трясется наверху побольше. А когда такие взрослые дяди и тети срывают горло, срывают голос со своими оппонентами, доказывая, какие они молодцы, как их партия лучше что-то сделает, какое их политическое движение что-либо там меньше украло или кого-то там еще. Это третий. У нас подход другой. У нас объединительная площадка. Наша задача, наконец-то, донести до людей информацию, что если в вас течет кровь ваших собратьев, не ищите вы среди собратьев врагов. Ибо если ищите вы среди собратьев врагов, вы наносите всей нашей державности большой ущерб. Вы тогда становитесь на сторону врагов нашей державы, на сторону врагов наших родов, на сторону врагов всего человечества. И в этом случае задайте вопрос, а для чего вы это делаете? Вашу самую сначала раскрутили в голове и потом направили сражаться с вашим другом. Вы бьете другу морды, вашему брату, с вашим братом друг другу морды бьете, зубы вышибаете. А на этом на всем наживаются те, кто вас направил. Зачем это надо? И поэтому задача радио именно объединительная, не против кого-то. Много раз говорили, что если мы живем в божественном мироустройстве, по планам божественным, то мы тогда понимаем, что все, что есть в этом мире, для чего-то нужно. Это все дозволено богами. Для чего-то богами разрешено. И разные народы здесь для чего-то нужны. И разные условия жизни здесь для чего-то нужны. И разный климат для чего-то нужен. И так далее. Земля вообще круглая. Так кто не знает. Это там то день, то ночь. И то холодно, то жарко. Обычно. Вот. То, значит, для чего-то это нужно. Если же просто слюнтяй какой, то тогда, да, вы будете подвигом находиться. Вас, как баранов, будут использовать. И все будет хорошо, замечательно. Только не вам. Если же вы человек, если же вы потомок великих своих предков, наследних богов, ну, в этом случае тогда вы себя и будете проявлять в этих условиях, как наследних богов. Богов – это школа, где необходимо учиться. Где необходимо приобретать те знания, которые вам будут нужны там, когда вы выйдете. Там намного все сложнее, чем здесь. Это всего лишь школа. Здесь даже умереть по-настоящему невозможно. Здесь как таковой смерти нет. Ушли отсюда, новую одежду появились, родились и опять развиваетесь. А там уже могут убить по-настоящему. Вот для того, чтобы там, как Суснубриков вас не перестреляли, вот здесь вот необходимо приобрести те качества, которые там вам помогут. Тяжело учение, легко в бою. Вот так по-суворовски живем. И запомните, гость тогда появляется на земле, когда есть хозяин. Если нет хозяина, то гость становится хозяином. Вот это тоже очень важно. То есть, когда только вы включите царя в голове, поймете, кто вы, то в этом случае тогда все будет становиться в свои места. Без каких-либо потрясений, без каких-либо там революций и прочей этой гадости, глупости, войн, которые нам подсовывают. Все прекратится сразу, моментально, как только вот включатся мозги хотя бы у 30% населения взрослого, детей, бабушек, дедушек, не трогаем, взрослого, ну, населения, скажем так, от 20 до 40 лет. Вот как включится, все, никакие потрясения будут не нужды. Все будет выстраиваться так, как нужно нашим родам, как нужно нашей державе. И мировой климат начнет меняться. И те вот руководители, которые сейчас сидят и боятся лишнее слово сказать, которым приходится там плясать под дудку, вот этих плохих там дядей, как они там рассказывают, они тоже по-другому себя начнут проявлять. Кто-то сразу уйдет, потому что поймут, что им здесь делать нечего. Кто-то начнет честно существовать. Кто-то, может быть, и пригодится на своем месте. Не знаю, на постоянной основе, или как временно исполняющий, или передающий. Не знаю, не хочу ничего загадывать. Знаю, что все будет меняться, и меняться очень быстро. На глазах. Сразу. Но для этого надо стать хозяином. Вначале хозяином в своей голове, царем в голове. Потом хозяином в своей жизни. Потом хозяином в своей семье. Ну, если, конечно, мужчина. И так далее. И дальше от семьи. Дальше крепкая семья. Крепкая община. Крепкая община. Крепкая весть. Ну, и так далее. Так, дальше. Тут начинается уже игра слов. Хор мальчиков-зайчиков. Невеста рыдает. Песни, которые мы слушали, редкость согласен. Редкость, кстати, если уж быть откровенным, эти песни звучали тоже в конце часа где-нибудь за минут 10 до окончания часа обязательно включается какая-нибудь песня из старых. То есть, песни советских времен, не таких далеких. Песни советских времен где-то с 40-х, 30-х, 40-х, ну, может быть, там, 50-х годов. И песни вот те самые, которые вы слушали. Просто они в меньшем количестве включаются. Если будет желание, то сделаем так, чтобы они включались раз в час обязательно. Вот в середине часа, чтобы звучала обязательно песня оттуда. То есть, песни стародавние, если вы скажете, что они должны звучать каждый час, будет звучать на выбор просто вот какая-то песня. У нас достаточно большой уже накоплен объем этих песен. И продолжаем накапливать. Кстати, призываю, даже если вы не сможете полноценно участвовать, чтобы вы хотя бы присылали ссылки, не сами песни, а ссылки, где в папочках, на каких-то облаках были бы выложены. Например, коллектив из деревни такой-то, такой-то. Или группа такая-то, такая-то. Или исполнитель такой-то, такой-то. И вот в этих папочках, чтобы были уже песни выложены. И ссылочки на эти папки. Мы будем закачивать на сервер, проверять. И в случае, если они будут соответствовать качеству и наполнению, ну, будут звучать тогда. Аркуенон. Народные песни вызывают наиболее высокие благостные чувства. Они нам всего роднее, созвучны нашей широкой русской душе. Абсолютно с тобой согласен, Аркуенон. И если бы у нас было, скажем так, в большом количестве современные вот исполнители вот этих самых наших древних песен, о чем здесь писалось выше, о том, что вот хорошо бы там уже не бабушек слушать, которые, ну, уже голоса потеряли там, где-то, может быть, со слухом какие-то проблемы. Хорошо бы современно слушать. Ну, замечательно. Я тоже к этому подхожу ближе, но, опять же, здесь надо понимать, что это. Это обрядовая песня, например, свадебная. Уверяю вас, слушать тяжело. Если это какая-нибудь коллагодная песня, то в этом случае попроще. Вот здесь тоже надо подходить, что песни все бывают разные. Так, Владимир, а частушки. Ага, частушки разные бывают. Некоторые частушки такие, что потом краснеть приходится. есть вполне и приличные. Согласен. Так, поддержив классическую музыку, гусли, флейты и подобные. Написал Павел Сурала. Классическая музыка и гусли как-то не совсем клеятся. Все-таки потому, что классика подразумевает классические инструменты, которые стали формироваться во времена классики. вспоминая Моцарта, Бетховена, Гайдена, Глюка и прочих. Там как-то на гуслях ребята не играли. Там больше виола де гамба и прочее-прочее. Клавесины, клавикорды и так далее. Но если классика на гуслях, слышал некоторые исполнения, иногда звучит даже вполне хорошо. Павел Сурала. Вопрос с двояким пониманием слов все чаще и чаще встречается. А как как быть-то? Конечно, есть исконный образ, исконный образ, заложенный в слове, а есть ну, скажем так, вот не хочется материться здесь, потому что многие сочтут, что слово матерное, современное, ну, пустословие. Когда болтающий во все стороны, кто знаком, тут поймет, какое слово имею в виду. Вот когда пустословие, человек просто ради красного словца что-либо говорит. И иногда слова, они подбираются не по смыслу, а просто потому, что похоже. И вот здесь можно посмотреть, есть лекции, когда, например, там произносится 10 слов и говорят, как вы думаете, эти слова одинаковые? И те, кто присутствуют, говорят, да, одинаковые. То есть, современные люди воспринимают их как одинаковые. На самом деле, если разобраться, слова совершенно разные, но просто так их принято воспринимать. Поэтому, Павел, так оно и есть. Наша задача сейчас не то, чтобы рубить, а как-то так мягко напоминать о том, что вот это слово имеет вот это значение, вот это имеет вот это значение. И, конечно, вы можете употреблять в предложении то и другое, но для полноты передачи образа вам лучше вот здесь вот это слово применить, а вот здесь вот это. Это будет и мягко, без наезда, ну и, наверное, доходчиво. Так, Павел Сурала, рекомендую ансамбль Светлица. Александр и Инна Костровы. У них прекрасная родная музыка. Так ты напиши через форум обратной связи, потому что в чате меняется все это. Что-то я уже ставил из чата, кто-то напоминал мне, я уже что-то заливал к нам на сервер. Костровы. Так, хорошо. Светозар Аура Мира. Отлично. Звучит у нас, звучит постоянно. Но, здесь вот правильно Сергей Токарев пишет, появляются постоянно новые исполнители составляющие тематики. Вот, друзья, новые исполнители со славянской тематикой, обращаю ваше внимание на то, что народное славянское радио не имеет какого-либо предвзятого отношения. У нас нет такого понятия не формат. Если у вас вдруг появляется какая-то запись, вы ее присылаете через облако, не почту, через облако. Ссылочку даете, еще раз напоминаю. Мы ее слушаем. Если она подходит по тематике нашего радио, если там хорошие, правильные слова или прекрасная народная музыка здесь написана, то в этом случае она будет звучать без каких-то там вот этих вот там выше что-то, там ниже, как сейчас на радио, там я даже не знаю, как это сейчас правильно назвать, там постоянно слова придумывают, топ, там хит и так далее. Просто она будет звучать. Вот, поэтому если вы занимаетесь записью музыки, если у вас есть друзья-музыканты, то, пожалуйста, присылайте ссылки, мы будем слушать, и если она красивая на самом деле, хорошие слова, то в том случае будем их вставлять. Вот. Главное, чтобы по зову сердца. Согласен. Аркенон. Шансоном и зэковскими песнями мне соседи уже надоели. Хорошо, что я живу не с соседями. Дальше. Николаевич, шесть минут мало. Ну, так говорю, если есть предложение, давайте не шесть минут сделаем, а двенадцать все-таки будет два раза звучать. Обязательно в середине часа и как-нибудь там через час, через два, еще в конце часа. Вот. Владимир. А сегодня даже были яблоки на снегу. Смешно. Вот это уж да. Кстати, это как раз из того варианта, когда я говорил, что у нас звучат в конце часа разные рублики. И старинные, и конца советских времен, эстрада. И вот как в виде ностальгии там включаются как раз песни различных ансамблей, то, что называется вилла, локально-инструментальных, каких-то групп, и в том числе исполнителей таких, которые вот Мурмов, насколько я помню, Яблоки на снегу. Но звучат они намного реже, чем вот эта вот наша славянская музыка. Просто в виде, ну, некой, может быть, ностальгии, потому что слушат разные возраста, и кому-то это будет приятно, как воспоминание о чем-то хорошем, когда и небо было синее, голубее, и травка была зеленее. Да и девчонки были помоложе. Так, дальше. Какие планы редакции в перспективе развития радио? Это вопрос Света. Светлана, какие планы? Планы простые. Делать радио лучше так, чтобы люди, которые приходили, развивались, чтобы включалось мышление, включалась логика, изменялись представления о нашем прошлом в лучшую сторону, люди учились анализировать, что есть правда, что есть неправда, чтобы больше появлялось интересных рассказчиков и в первую очередь рассказывающих о своих изысканиях о нашей старине, о нашей древности. Это могут быть и ученые, это могут быть какие-то энтузиасты. Мы стараемся не просто так, вот если обратить внимание, мы стараемся не просто так кого-либо пригласить и потом сказать, да, вот это истина в последней инстанции. Нет. Мы стараемся сделать так, что дать информацию, но очень часто у нас внизу анонса написано, что высказанное в эфире автором, соведущим не всегда является мыслями редакции Народного Советского Роли. Или не всегда совпадает с мыслями Народного Советского Радио. То есть, это говорит о том, что мы даем возможность высказаться и может быть где-то нашим радиослушатам дать опять же какие-то наметки на то, чтобы покопаться вот в этой стороне, подумать, а вот тут что, а тут что и так далее и тому подобное. Вот. Еще какие? Больше хотелось бы привлекать людей, которые занимались бы чем-то полезным на радио. Кто-то, например, подыскивал хорошие тексты, редактировал их для озвучки. Кто-то озвучивал какие-то тексты, статьи. Может быть, кто-то занялся вот, наконец, анонсами, потому что одному мне тяжеловато это все делать. Вот я, например, делал анонсы на неделю, заканчиваю, смотрю уже там полшестого утра. Так, все, пора идти спать. Ну, анонс я добил, да, сделал. Вот. Кто-то там, может быть, большое количество материала для нарезок, для того, чтобы они звучали в эфире. В эфире тоже звучат у нас часто нарезки из уже прошедших эфиров. Эфиров много, а нарезают всего несколько человек. И хотелось бы увеличить количество людей. Может быть, кто-то готов надиктовывать, у кого-то там голос хороший. Кто-то, может быть, готов как корреспондент участвовать, проходят какие-то акции, мероприятия в ближайшем населенном пункте. Туда приехать, посмотреть, записать блокнотик, что происходило, взять, достать диктофон, поговорить с разными людьми. Вот такие, кстати, мероприятия. Вот если интересует как пример, то одно отчет такой звучал в прошедшую субботу по Былинному берегу 2016, когда мы договорились с устроителями этого фестиваля. Приехали туда, нас пропустили, естественно, безоплатно. Два человека, была у нас такая экспедиционная группа. У нас была с собой видеокамера, был цифровой диктофон, два микрофона, был один от камеры, другой от диктофона, чтобы не диктофон в рот сувать, а микрофончик сам. Вот. Походили, поснимали, поговорили, но не со всеми, к сожалению, не удалось, там люди были заняты, потому что там бои проходили, надо было участникам не расслабляться, некоторые отказывались на камеру говорить, ну и так далее. Но, во всяком случае, потом такой появился вполне четкий отчет. Он есть. А в следующую субботу, в эту же субботу, ближайшую, будет еще один отчет СЭКО-технологии 2016, тоже интересный такой был фестиваль, и там было очень много интересных людей, и получились очень интересные, мой взгляд, такие беседы развернутые, и там уже не в 30 минут весь отчет будет, а будет отчет уже больше, чем на час. И там уже больше будет включено вот этих вот бесед, интервью. Так что, как вы видите себя, так вы принимаете участие. Мы не жадны. Записали, например, можете сделать какую-то передачу, записывать какие-то мысли, с кем-то встречаться и записывать оффлайн-передачи, то, что называется. То есть, не звучащие в живом эфире, а звучащие в записи. Не обязательно это будут какие-то большие, длинные. Это может быть там 15-10 минут. В общем, вариантов взаимодействия труда в радио огромное количество. Было бы желание, была бы такая, необходимая необходимость. Но, повторяю, никого в светлое будущее за ручку тянуть не будем. Слюньки вытирать и попку вытирать тоже не будем. Хотите? Есть желание? Приходите. Будем общаться, будем думать, как, что делать. Дальше сбрасывает мне Миколаевич ссылку на Ольгу Глазову Гусли. Еще раз напоминаю, здесь бесполезно сбрасывать, потому что через полчаса я уже здесь ничего не найду. Через форум обратной связи или в скайпе. Дальше Павел Суралу предлагаю на главной странице новой создать по поводу вакансии ответственного за музыку. Будет новый сайт, я думаю, там будут вакансии. Сейчас просто уже не хочется заниматься, терять время на старый сайт. Жду, что в этом месяце или уже в сентябре что-то должно появиться. Так, дальше. Хотя кому нужен, тот услышите в эфире. Это какая-то реплика. Прошу прощения, я так не понимаю, запланированный эфир на сегодня отменяется в связи с отсутствием Фролова и Юрия Андреевича. Павел Сурала. Запланированный эфир с Фроловым Юрием Андреевичем по поводу причины, целей индустриализации и коллективизации СССР не состоялся, но у нас идет незапланированный эфир, как тут написал колонка редактора. Вот отвечаю на вопросы по радио. Так что, если есть вопросы, пожалуйста, еще можете добавлять. Тем более, что народ, слушатели прибывают и количество людей увеличивается. Это я вижу. Так, на то сейчас снова пойдут эксперименты. Не-не-не, экспериментов пока я не буду никаких устраивать. Эксперимент проведен, а хорошего, как известно, должно быть по чуть-чуть. Так, и алкашная музыка. Вот, Владимир, кстати, пишет. Вот есть такое дело, да, почему? Вот тут как раз нужен нам выпускающий редактор музыкальный, который отберет музыкальные произведения, чтобы там вот этой алкашной музыки не было. Бывает очень интересно. Красивая музыка, известная, начинаешь, слушаешь первый раз, все отлично, хорошо. А в третий-четвертый раз, когда прислушиваешься, вдруг там обнаруживается, пойдем там выпьем парюмашечки, там еще чего-то. А сами понимаете, что у нас принципиальное отношение к этому всему делу. Мы не то, чтобы не приветствуем, а мы настоятельно рекомендуем людям задуматься о том, что такое любой наркотик, когда его можно и когда его не можно применять, когда он нужен, когда он не нужен. Так вот, в бытовой жизни, как показывает практика, наркотики нам в бытовой жизни не нужны вообще. В бытовой жизни нас просто разрушают. И поэтому любой алкоголь, любой наркотик в чистом виде, ну, привычном виде, скажем так, помимо алкоголя, это все разрушающие элементы, которые ухудшают нашу жизнь, которые нас убивают. Через это мы убиваем сами себя. Поэтому принципиально наша позиция, что никакого алкоголя, пропаганда какого-то алкоголя не должна быть. Сразу возникает, наверное, вопрос, а почему я так говорю, что вот наркотики в повседневной жизни, они в повседневной. Значит, наркотик, если, опять же, говорю, мы живем по-божественному, то в этом случае, раз это есть на земле, для чего там должно здесь применяться. Любой наркотик создан для определенных действий, для определенных целей, в определенное время. Если человек, например, получил ранение и от того, будет он в сознании или не будет, зависит его жизнь, то в этом случае применение наркотика оправдано. Если проявляется какая-то операция, если человек попал в какую-то очень сложную ситуацию, на войне, например, и просто он может с ума сойти, вот в этом случае применение наркотика допустимо, но не более того. Если же наркотик применяется как элемент повседневной жизни, это разрушение, это полная дурь, и этого не должно быть. И нам еще, державе, предстоит разобраться с тем, что сейчас происходит вокруг нас с различной наркотой. И нам предстоит еще многим людям это рассказать и показать, как это все влияет на нашу жизнь, на наше потомство, на нашу державу, на наше будущее. Так что все еще впереди. Но по поводу, возвращаясь к музыке с Лукашней, солидарен с Владимиром и предлагаю, если вдруг появится у нас выпускающий редактор и человек, занимающийся подбором музыки, в этом случае многие вопросы решатся сами собой. Давайте я сейчас сделаю маленькую музыкальную паузу, чтобы посмотреть, какие еще вопросы нам еще поступили. и после этого продолжим наш небольшой эфир. Вот что бы такое поставить? Ну давайте, раз уж говорим мы про народную музыку, вот есть инструментальная музыка, прекрасная, на мой взгляд. Не знаю, ту ли я сейчас поставлю, нет, потому что я сейчас прослушать его не могу, когда с вами говорю. Так вот, что первое попалось, с того, что помню, на 2 минуты 53 секунды. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, сегодня на 16 августа 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, шестой день месяца завершения лета, 7524-го, третийник. Сегодня должен был быть у нас эфир причины и цели индустриализации и коллективизации СССР. Автор, сведущий, Фролов Юрий Андреевич, но по той причине, что он находится за границей и связи там как таковой не оказалось, эфир по этой теме не состоялся. Но зато, не теряя времени, мы проводим эфир, который у нас на вольную тему получается. Я на те вопросы, которые мне как главному редактору поступают в чате Народного Славянского Радио. не вот кое-какие вопросы здесь я собрал, сейчас я постараюсь на них ответить. Павел Суралой, если Радио Народное, то и музыку, наверное, желательно Народную. Да, согласен, что главной должна быть музыка все-таки Народная, потом за ней в стиле Народном, дальше это какая-то популярная, может быть, музыка, где слова не просто о каких-то нижних чакрах, а слова, которые к чему-то подвигают высокому каким-то размышлением, раздумием и так далее. И уже потом какая-то может быть музыка с элементами развлекательности и всего остального. Вот такие приоритеты. В принципе, этого я всегда и придерживался, поскольку был одновременно еще и выпускающим редактором, занимался подбором музыки и так далее. Сейчас, надеюсь, появится помощник, который будет заниматься уже этими вопросами, немножечко меня разгрузит. Потому что, уверяю вас, есть другие не менее важные дела, которые бы вот хорошо бы так же делать, которые бы могли принести больше пользы в моем исполнении, нежели чем просто подбирать музыку. Так, вопрос, а как убьют в Нави, разжалуют в минералы? Нет, убийство в Нави подразумевает полное уничтожение, то есть никуда вы потом не попадете, вас просто не будет. Дальше, Владимир прислал раза три, с зимы облаком из Маловска, Слобода, слова правильные еще не слышал. Я получил это все дело, обработал и, насколько я помню, залил к нам на сервер, ну а то, что не слышал, котировки у нас никакой нет, они воспроизводятся в той последовательности, как должны воспроизводиться специально, я не ставлю только новые, например, там у нас нет каких-то там как-то на чарты всякие называются и прочая ерунда. Дальше, Павел Сурала по поводу классической музыки, гусли, флеты и подобных инструментов имел в виду, что не обязательно это все в одновременном исполнении, можно отдельно голос плюс гусли и классическую музыку отдельно, как современную русскую, так называемую классическую, так и классическую музыку прошлых веков, Чайковский, Рахманинов, например, и другие, конечно, согласен, и в общем-то это все есть. Вообще, у меня мысль, если появится больше помощников, делать больше передач наших, записанных у нас от нашего имени, созданных нами самими, а не просто взятых откуда-то, что у нас сейчас встречаются. Вот, и поэтому там могут быть не просто минуты классики, например, а там может быть какой-то информационный раздел, где звучит музыка и потом идет разбор этой музыки, что-либо под нее или рассказывается, например, какое-то стихотворение, или рассказывается об этой музыке, или рассказывается об авторе, или о тех условиях, когда эта музыка появилась, что она в себе несет и так далее. Но здесь опять же нужен человек, который бы этим занимался, и таких выпусков нужно как минимум сто сделать, чтобы их можно было выкладывать. Алексей Алмаз, есть желание переехать с крайнего севера на север, хорошего, с крайнего на просто север. Земля в собственности. Как быть? Ведь землю продавать нельзя. Здесь вопрос уже был, а как она оказалась в собственности, то есть, что она была куплена, покупать тоже ведь нельзя. Вот, имеется в виду, если мы берем наши заповеди, то нельзя продавать родовую землю, та, которая по роду переходила. Это первое, первый приоритет. Другую землю желательно тоже не продавать, это тоже не есть хорошо, если кто-то продает землю. Но в том случае, если вдруг по каким-то причинам вам нужно куда-то переехать, то вы можете оформлять этот вариант не то, что купли-продажи, а как вариант обмена. То есть, если ваша цель не нажива, а переезд на аналогичный участок земли, то это вы можете рассматривать как мена. Другое дело, что вы там оставляете на той земле, если там, например, ваши святые места, если захоронение родственников. Вот такую землю менять нельзя, не продавать, не менять, ничего там нельзя с этой землей делать. Это ваша родовая земля. Если этого нет, то меняться вы можете. Но имейте в виду, что когда вы приезжаете на другую землю, то в этом случае должен происходить какой-то адапционный период, вы должны привыкать к этой земле, и земля должна привыкать к вам. Это может занять несколько лет. Причем иногда даже болезненные лета. Это тоже надо все учитывать, потому что там были свои хозяева, потому что земля их помнит. А у вас были свои хозяева, вы были хозяев на своей земле, и та земля, где вы были хозяевами, вам много еще передала. Ну, в принципе, вот все вопросы я прочитал все, что можно было прокомментировать. Прокомментировал. А нет, сейчас немножечко я прокручу, может быть, здесь что-то еще появилось. А да, вот еще немножко есть, сейчас прочитаю. Вот, кстати, что мне точно не нравится, так это гармонь и прочее. Кстати, я хочу задать вопрос. А вот то, что звучало здесь барыня, на каком инструменте она звучала, что это была? Гармошка двухрядка, гармошка хромка, аккордеон, баян. Вот, если есть возможность, то разбирайтесь в этом. Пожалуйста, дайте ответ. Вот, никогда я не любил, хотя есть исключение, например, когда играют органные произведения. Вот тогда нормально. Ингварь, дело в том, что на гармонии органные произведения сыграть невозможно априори, потому что орган, там есть полутона, и на органе очень хорошо звучит хорошо темперированное произведение с хорошо темперированного клавера Баха. А на гармошке полутона, конечно, тоже присутствует, но не в той последовательности, как это у органа, поэтому воспроизвести невозможно даже по этой причине. И плюс ко всему, гармошка имеет очень ограниченный малый диапазон, а орган все-таки имеет очень большой диапазон. Кто не знает, у органа несколько клавиатур сверху, еще полноценного органа клавиатура внизу, где ногами исполняются, сидя на лавке, исполняются партии очень низкого диапазона. Поэтому никак на гармонии это невозможно воспроизвести по этим двум параметрам. Дальше. Павел Сурала. Думаю, что и Алексею, и всем остальным было бы проще всем желающим задать вопросы, интереснее общаться сейчас в эфир с вопросами в предусмотренном формате. Вопрос в эфир, да и подряд зачитывать не всегда целесообразно. Конечно, об этом облегчило мне, но я смотрю за тем, что есть написано, вот, и мне интересует, насколько есть обратная связь. Дальше. Песня про родничок. Слова высоких чакр, божественная пустота. Света, какое-то уже убийство в Наве, ничего себе. Дело в том, что Навь для нас, для кое-кого является явью. Это первое. Во-вторых, надо учитывать, что там есть миры, где измерений намного больше, нежели, чем у нас здесь, и мы себе даже не можем представить, как там это все происходит, и как там все устроено. Поэтому вот рассказать все, что там есть на наших понятиях, нашим понятийным таким образом использовать наши понятийные инструменты невозможно. Просто давят, что вот если там убьют, то это будет по-настоящему. Здесь это все игра. Это вас убили, в Навь перешли, почистились, сбросили с себя всю глупость, отложили информацию куда надо, которую набрали, знания положили там куда-то, потом сюда вернулись, обратно собрались, вернули то, что нужно вернуть, ощущение то, что нужно, наработали, и вы опять готовы, боец к тому, чтобы сражаться, готов ученик, чтобы учиться. Вот. А там уже идет настоящая жизнь. Здесь не жизнь, жизнь там. Здесь это школа. Дальше. Буду ждать. Владимир написал. А, ну я понял, значит, чего. Так, дальше. Выложи ссылку в книгу на форум. Удалили. Владимир, я не занимаюсь форумом, не удаляю вопрос, не ко мне. Павел Суралов, предлагаю сделать раздел для творчества. Час, минуту, в котором будут ставиться стихи, музыка, песни, слушатель на Рославянском радио. Павел, если ты займешься этим вопросом, я же сказал, что у меня много идей, мы с тобой можем обсудить, но этим надо заниматься серьезно. Эти, мало того, я тебе скажу еще десяток идей, чего можно сделать. Вопрос, кто этим будет заниматься. У нас была идея, и она остается, сделать литературное радио, где будет совершенно своя волна, которая будет звучать круглосуточно, там будет звучать, помимо музыки, музыка там будет звучать только как разбивочка, где будут звучать именно записанные литературные произведения, рассказы, сказки, ну и все, что связано с литературой. Но по причинам, обозначенным уже неоднократно мной здесь, из-за нехватки времени, из-за нехватки помощников, я сейчас один это сделать не могу. Желание такое есть, потому что уже накапливается материал, и там, в общем-то, нужно теперь с ним разобраться, подготовить начало, окончание для каждой части, чтобы это все звучало, и просто ставить их в очередь и запускать. Вот и все. Так, Миколаевич, Тальянка, по-моему. Нет, это не Тальянка. Ингварь. Я про баян. ХТК играют на баяне, конечно, не получится совсем воспроизвести орган, но произведения адаптированы, вполне неплохо звучат, тоже как... Понятно. Ингварь сам в прошлом играл на баяне, имею профессиональное образование, играл произведения с ХТК, так что знаю прекрасно звучание баяна. Понятно, что ты когда-то написал, не про гармошку писал, а именно про баян. Да, во многом что-то похожее есть, но все-таки, если мы сравним звучание баяна и звучание органа, то даже непрофессионал, если рядышком одно и то же произведение так вот поставить, одно с другим, сразу найдут не менее десяти отличий. А так вообще, да, звучат, и в некоторых случаях даже вполне прилично. Алексей Алмаз. И еще один вопрос. Будет запись этого эфира? Я сейчас смотрю, запись эфира у нас идет, час двадцать уже записано. Надеюсь, что все будет хорошо, и она появится. Аркуинон. Алексей, большая благодарность тебе и Васильевича, и всей команде Народославского радио за ваш труд на благо всего нашего народа. Поклон тебе ответный. Благодарю за теплые слова. Настолько я в гармониях не разбираюсь, но, скорее всего, именно гармонь трехрядкая. Нет, это не гармонь звучала. Предлагаю сделать раздел для творчества час-минуту, в котором буду ставить стихи, музыка, песни. Это уже было. Так, я уже ответил. Проафишировать, чтобы слушатели знали, какая возможность есть в соцсетях. Дополнительно обсудить это лишним не будет. Согласен, согласен. Кстати, по поводу раз уж соцсети задели, у нас хорошо бы какого-нибудь иметь пиар-директора, такое слово, пиар-директора или пиар-менеджера, который бы занимался именно заполнением соцсетей. У нас сейчас есть Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, даже в Твиттере представлены. Какие там еще соцсети есть, я не знаю, но если бы, например, каким-то образом кто-то занимался тем, что выкладывал постоянно какие-то интересные рассказы, интересные новости, занимался заполнением этих самых соцсетей на наших страницах, это было бы здорово. И людям было бы это интересно, и не упускались бы моменты, как в один из дней я просто не успел выложить анонсы, и потом ко мне были претензии, что анонсы появились буквально вот за 5 минут с начала эфира, я не успел, и так далее. Вот если будет такой человек, который бы занимался вопросами ведения соцсетей, то в этом случае было бы все намного проще. Можно было бы оформить их красиво, какие-то картинки ставить, нарисовать что-то, и так далее. Света, вот я тоже спрашивал про литературные темы. Ну, я ответил уже, что если есть желание, у нас есть возможность четвертый канал использовать под литературу фронт звучания сказок, былин, рассказов, каких-то частей из книг. Вот, так что, если есть желание кому-то заняться формированием этих плейлистов, так называемых, то, пожалуйста, обращайтесь, поговорим с вами, посоветуемся, пообщаемся, если по духу близки к нам, то в этом случае будем делать. По поводу новых разделов Павел Сурала пишет и воплощение идеи. В соцсетях есть обсуждение, в соцсетях легче такие инициативы проходят, может быть, в группе Славянского радио организовать это надо бы, быстрее, действительно, прошло бы. Ну, что, все ищем человека, да, я предложение свое высказал, сказал, что планы в громадье, если будет желание, то, пожалуйста, приходите. Главное, чтобы это не было, опять же, в очередной раз повторюсь, главное, чтобы это не было каким-то удолжением мне лично или нашей группе, или, может быть, державе или кому-то еще, чтобы это была ваша потребность и необходимость, вот как у меня есть необходимость, у Василия Васильевича есть необходимость, у других наших, членов нашего коллектива есть необходимость просто этим заниматься. Вот пошел человек на работу, отработал, умахался, потом пришел там, чаек попил, покушал, ну и потом занимается вместо того, чтобы жену погладить, ребенка поцеловать, занимается там, монтажом видео или чем-то еще. Это должна быть потребность, должна быть необходимость. И здесь совет о том, что если не хватает денег, идите в бизнес, он здесь не прокатывает, потому что у нас бизнеса-то никакого нет, и мы здесь денег пока еще не заработали никаких. Вот, так что если такая необходимость у Вас есть, если Вы чувствуете, что без этого Вам дальше жить невозможно, что Вы уже дошли до уровня, когда наконец-то Вы можете это делать, пожалуйста, милости просим, будем общаться, разговаривать. Вопрос эфира от Виктора. Виктор Леонидович, почему нам нравится та или иная музыка, как определить, правильная музыка нравится или нет? Я уже отвечал, что образование, это как раз имеет понятие, когда вкладывается некий образ. Вот какой образ заложили, то и, в общем-то, Вас будет сопровождать всю жизнь. Это эффект Маугли. Представляете, маленький ребенок попадает в страусиную стаю, и он начинает себя вести, как страус. Кто-то, например, попадал к козлам, которые в горах живут, и он прыгал, как козел по этим скалам, кто-то к волкам, кто-то там еще куда-то. И вот эти дети, они воспитываются, проходят образование той группы, в которой они находятся. И в этом случае они уже человеками после шести лет не станут, сколько бы с ними там профессора не занимались. Все равно все, что на них повлияло в малое листве, оно всю жизнь будет их сопровождать, и они с этим будут жить. Вот то же самое здесь. Если вы своему ребенку включаете телевизор, и телевизор занимается образованием вашего ребенка, то в этом случае не удивляйтесь, если он будет себя всю оставшуюся жизнь вести, как какой-то уродица из мультика, или какой-то дурачок из «Дома-2», или какой-нибудь там еще, не пойми кто, из какого-то сериала, или очередного ток-шоу. Просто не удивляйтесь этому. Если вдруг он будет слушать музыку, которая вас просто будет разрывать, поэтому правильная или неправильная музыка, это вопрос очень такой неоднозначный. Для одного правильно, для другого неправильно. Но случаются интересные моменты, когда через осмысление, через понимание того, кто вы есть на этой земле, включается родовая память, открывается вот эта самая родовая нить, и в вас генетика начинает пробуждаться, и вы начинаете чувствовать мир по-другому, и одной из связующих нитью с этим миром, с правильным, и вашего рода является наша родная музыка, наша древняя родная музыка, и те инструменты, которые правильно настроены, хорошо звучат, на которых хорошо играют. Вот если вы переходите к грани Маугли и становитесь человеком, то в этом случае тогда генетически оно начнет отзываться, и вот эта музыка для вас уже будет правильной. То есть музыка, резонирующая с вашей генетикой, с вашей родовой памятью, с вашей кровью, с вами, с таковым, каким вы есть. Причем здесь опять же я не могу давать каких-то четких рекомендаций и указаний, потому что есть иные народы, у которых иной путь на этой земле, у них свои боги, которые создавали им условия с разрешения наших богов здесь существовать, жить, которые создавали свои правила, иконы, поконы, религии для того, чтобы здесь жить, существовать. Естественно, для их генетики другая музыка подходит, она для них будет родная. И если вы слушаете, например, гусли, и вас это пробивает, и вам это прекрасно, то какой-нибудь представитель тумбы-юмбу скажет, а где там-тамы? А почему не стучат? А где вот эти шварки-шмярки? Почему нету? Скучно без них? Ну и так далее. Вот поэтому однозначно ответить нельзя, но надеюсь, что вопрос все-таки про музыку, которая близка и мне в частности, я на нее ответил. Как только вы становитесь человеком, как только в вас просыпается царь в голове, то есть вы истинный, проявление вас истинно в голове, вот в этом случае тогда вам будет родовая наша музыка близка, понятно, она будет вас поддерживать, она будет вас будить самые лучшие чувства, она будет ваша помощница в жизни, она будет вас вести в этой жизни. Только так. И дальше, ну частично, вот Ингварь тоже подтвердил то, что я сказал, учитывать нашу волновую природу. Дальше, Павел Суранов, правильной музыкой можно назвать ту, которая резонирует, отзывается с душой. Угу. Хорошо. Вот, Алексей, я тоже самое сказал, Суранов я сказал, Сурала, Павел Сурал написал. Ну что ж, я надеюсь, что все вопросы были заданы. Я как мог ответил, как говорится, не стреляйте, он играет как умеет. В очередной раз напоминаю, что радио народное, и поэтому наша задача будить в народе, то есть наших братьях и сестрах, самое лучшее, что есть. Радио организующая, объединяющая площадка для высказывания разных мыслей и представлений о нашем прошлом, о нашей современности. Поэтому, напоминаю, приглашаются разные люди, которые что-либо имеют сказать, но не всегда что-либо сказанное ими соответствует нашим представлениям об этом том или ином. Вот это надо все учитывать. Поэтому, если у вас, еще раз говорю, если у вас есть желание и необходимость заниматься распространением информации, заполнять текстами что-либо, подготавливать тексты для озвучки, искать какие-то праздники, события для новостных наших колонок, какие-то вести рубрики, записывать что-либо голосом, обрабатывать музыку в конце концов, если вы умеете это делать, подготавливать видеоролики, ездить на места, проводить репортажи, делать записи, интервью, присылать свои заметки для озвучивания, складывания это все в единую программу. Если вы готовы искать хорошую правильную музыку, подготавливать программы вещания, если вы готовы заниматься любым из направлений, пожалуйста, связывайтесь, но я в очередной раз напомню, это должно быть ваше осмысленное желание, построенное на необходимости, а не просто о том, ай, хорошо бы. Ну, в принципе, все, я ответил на все вопросы, так что можно заканчивать наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что сегодня 16 августа 2016 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных шестой день места завершения лета 7524-го, третейник. Сегодня мы должны были говорить о причинах и целях индустриализации и коллективизации СССР. Автор-соведущий Фролов Юрий Андреевич, но так получилось, что он находится за границей и связь там подкачала, и не получилось ему выйти сегодня с нами поговорить, а поэтому я воспользовался, узурпировал время, так сказать, использовал свое служебное положение как главный редактор и вот поговорил со своими хорошими друзьями о насущных каких-то проблемах и ответил на те вопросы, которые поступали из чата Народного Славянского Радио. Также напоминаю, что чат Народного Славянского Радио находится на сайте Народного Славянского Радио, сайт называется так славмир.орг найти его можно в любом поисковике, если вы набрали Народное Славянское Радио. Набрали, попали на сайт славмир.орг, после этого ищите слово чат, нажимаете, если перед вами появилось окошечко логин, пароль, а вы еще не зарегистрированы, придумывайте себе логин, пароль, указывайте емейл, куда придет ответ, технически какие-то данные будут приходить, и после этого можете пользоваться. Иногда, к сожалению, чат у нас не самописный, чат взятый из интернета, там есть ошибки с регистрацией, иногда бывает, что емейлы, где какие-то тире применяются или что-то еще не проходят, вот это учитывайте, поэтому не пишите, что 10 раз я пишу емейл, 10 раз регистрируюсь не приходит, просто придумайте более простой емейл для регистрации, зарегистрируйтесь, ну и все, не забывайте славмир, все будет хорошо и замечательно. Итак, поговорили мы о насущных проблемах радио, я дал ответы как мог, и если будут какие-то пожелания по участию, пожалуйста, пишите через форум обратной связи, указывайте свой скайповский логин, будем с вами общаться, будем делать мир лучше. Желаю вам всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова